Наш ум в постоянной гонке, и когда мы так бежим, мы не способны ощущать шестое чувство, нашу интуицию. Я уверен, что каждый из вас в какой-то момент испытывал его. Вне всяких причин, когда голова говорила одно, логика говорила что-то, но интуиция говорила иначе. Если вы ей следовали, срабатывало. Способности интуиции закрываются, притупляются в нас, когда мы слишком заняты. Поэтому все инновации случаются, когда человек успокаивается, начинает расслабляться. Когда вы спешите, вы не можете создать что-то креативное. К примеру, написать песню. Вы не можете написать ее быстро. Вам понадобится уютный уголок, место, где спокойно и тихо. И тогда вы способны написать песню. Вы способны написать тезис или историю, или даже глубоко усвоить знания. Для того, чтобы что-то создать, вам необходима тишина в уме. И медитация играет огромную роль во взращивании интуитивных способностей. Когда мы медитируем, мы замедляемся, мы расслабляемся. И тогда мы способны воспринимать лучше, и понимать лучше, и выражать что-либо лучше. Предположим, вот здесь есть красивые цветы. И если вы очень заняты, будете ли вы способны оценить их? Конечно, нет. Нет. Сегодня самой большой сложностью является дефицит внимания. Вы все это испытывали. Когда вы говорите с кем-то, человек не слушает, его ум где-то еще. Вас это раздражает. Так? Вас это расстраивает. Каждый раз, когда вы злитесь, это случается, потому что кто-то совершил ошибку. В большинстве случаев ваш гнев из-за ошибки другого. Сегодня кто-то ошибся, и вы разозлились. А когда вы злитесь, кто проигрывает? Ваша собственная система. Ваше тело. Ваша нервная система. У вас производится так много гормона стресса в вашем теле. Токсичность повышается и попадает в вашу систему. А если завтра кто-то другой сделает ошибку, вы снова накажете себя. Так что злость — это наказание, которое вы даете самому себе за ошибку другого человека. Зачем вы хотите наказывать себя? Потому что нас никогда не обучали знанию о нас самих. Мы никогда не изучали наш ум, наши эмоции, нашу энергию. На пять секунд закройте глаза. Пять секунд и посмотрите, есть ли у вашего ума лицо. Откройте глаза. Нет. У нашего ума и у нашей энергии нет лица. Мы никогда не обращали внимания на эту энергию в нашем теле. Знание о самом себе — это обращать внимание и изучать энергию, которой вы являетесь. Это энергия за пределами мыслей, за пределами эмоций, за пределами чего-либо. И закройте глаза еще на 15 секунд. И сейчас подумайте обо всех людях, которые вас раздражают, кого вы ненавидите. И смотрите, у этого нет лица. Это просто энергия в человеке. Все люди в мире — это просто энергия. Ни у кого нет лица. Откройте глаза. Вы получили сдвиг в уме и в сознании, подобно тому, как вы являетесь энергией. Все остальное — тоже энергия. Мы понимаем намного больше через наши вибрации, но мы не изучаем, как улучшить эти вибрации и как сделать вибрации более позитивными. Если на несколько моментов погружаться в знания и делать медитацию, тогда мы сможем жить жизнь из другого измерения, и оно намного гармоничнее во всем мироздании. Есть две разные науки, и они дополняют друг друга. Одна из них — классическая химия, а другая — квантовая физика. Например, вы можете сказать, что это все дерево. Стул — это дерево, стол — это дерево, пол — это дерево, потолок — это тоже дерево. Двери — это дерево. Все является деревом. Это квантовая физика. Все является атомами. Каждый человек — это энергия. Это знание дает контекст в жизни. Это делает нас сильными, устойчивыми и центрированными. И другое знание о том, что стол не является стулом. Стол не является дверью, а дверь не пол, а пол не потолок. Это тоже важно. Это практическое знание. Что-то из этого положительное, что-то отрицательное. Что-то зрелое, что-то нет. Это знание также важно. Знание, мудрость, мудрость мира. Как нам следует функционировать. Как нам вести себя. Поэтому оба эти знания, оба вида, важны для счастливой жизни. И это разожжет истинное шестое чувство нас. Хотите сделать одно упражнение? Хорошо. Повернитесь к человеку рядом с вами. Один из вас — А, другой — Б. А загадывает цифру. А, Б, будет стараться и его отгадать. У вас будет два шанса. Если с первого раза не угадали, можно попробовать еще. И потом наоборот. Держите цифры в голове, а другой человек отгадывает. У скольких из вас получилось отгадать? Поднимите руку. Вау, очень хорошо. Это просто игра. Больше медитируйте. И тогда ум станет очень чистым и ясным, как кристалл. И тогда вы начнете отражать не только свой ум, но и других. Да? Субтитры сделал DimaTorzok. И так далее. Продолжение следует...